С вами вот Nokia 6233, который я нашёл в ящичке у телевизора. Сам аппарат это бомба. Имба. Знаете, почему имба? Ну, во-первых, вот. И вот. А точнее, он может играть на максимальную громкость. Сейчас мы с вами что-то там покажем. Как играет наш Nokia Tune. А ну, подносим. Вот как играет аппарат с 2006 года. Но, по меркам сервиса, 40 он построен на третьем издании. Feature Pack 1. Это первый пакет обновления, который, это первый аппарат, получил его. Ну и, помимо, что он получил, он получил поддержку Flash. Flash Flash Lite. Такая, которая просто используется как для заставки. Ну, а тут есть и Flash игры. Ну, тут даже и 3D и поддерживают. Сам у него профиль. Midp 2.0 он имеет. Вот. Midp 2.0. Midp 2.0 со второго сервиса 40 появился. Ну так. Я могу показать, что имеет Nokia. Какие возможности аппаратные. Еще ПТТ должно быть находилось. Но кнопка упала и не нажимается. А так-то и динамики подсевшие немного. Но все же может играть. Это упала кнопка. Это упала. Но все же 2 гиговые флешки читать умеет. А вот как он 5К изображение или 4К может показать. Сейчас умею узнаем. Еще и 3К поддерживают. Вот собственные проверочные картинки. Так-то может и больше мегабайта весить. Ну и GIF показывать сможет. А так-то выше. Максимальный размер видео для Nokia 62-33 показываемое. Это 352 на 288. Это типа 240p. Если не ошибаюсь. Вот так в превью не показывают то, что вообще. Сами прервьюшки картинки загружают. А вот давайте начнем с максимального. Вот. 5К на старенькой Nokia. Все же четко показывает. Ну и секунду давайте приведем. 5К великолепие. 2006 год. Помимо 5К айс мы выставим. Выставим как главный фон. Вот. Так сможет показываться картинка. 5К. Все же без каких-то фризов. Тут встроены голосовые команды. Все тут может выполнять, сменять режим. Сейчас я ничего такого подобного не ответил. Ну ладно, вернемся к теме. Потом расскажу. Кстати. На третьей платформе именно телефоны S40 смогут запускать без сим-карты. А до третьего все же писали. Не могли запуститься. Вставьте сим-карту. А вот в 2005 демки серии 40. Это простые нокиевские телефоны системы. Начинаются демки. Демы можно просмотреть. А так-то это телефон еще и в более других. Можем и 4К показать. Вот собственно и у нас 4К. Все же показывает. Показывает как может. 2006 год. Nokia 62-33 в 2022. Впрочем умеет показывать высококачественные картинки. И уставляясь на обои с Моженым. Впринципе дисплеи. В дисплее даже когда подсветка потухнет, все содержимое можно увидеть. Ну, 2К не буду показывать и ниже. Nokia сама умеет. А теперь 3КП. Видео. От начала до конца. Это 128 и X16 изображение. Там размыто намеки. Размытое изображение показывает. Звуки АМР. Чувствуйте запах ностальгии. Ну, ладно. А теперь выше. Перейдем к высшему. Немного подзависает, чтобы подгрузить. Вот. 104 стоп как самое минимальное в Ютубе разрешение. Уже немного почетче изображение стало. С этим экраном даже и многие можем смотреть, сколько те логики. На экране более видно. На камере более видно. На высоком громкости. Ну, а теперь 240 поигрубаем. Эти вот еще и гифки. Типа медленно отображается. Гифки. Ну, можно где-то там-то выставить как заставку. Вот. 240 п, пожалуйста. А вот так на Nokia картинка теперь лучше стала. Уже теперь на Nokia можешь смотреть все кое-какие видео. Ну, вопросов не останавливаемся. А теперь надо еще и производительность измерить. Он сможет ли оптимизировать. Он сможет ли оптимизировать серию 40 и прибавить FPS. Не знаю, работает ли вот такой способ. Сначала мы обычный тест будем измерять, а потом к этой оптимизации и перейдем. Сама программа измеряется G-Benchmark. Так. Но главное, это самое требовательное из-за чего вообще Samsung C5212 ай лагал. Ну ладно. Ну ладно. А что там заходим? Сможем измерить. Пойдем измерим. Ну и за мной перекусим. Продолжение следует... 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 Но только как мы не меняли тему, а поставили 4К обои, производительность-то прирост получили, не знаю чем-то, но давайте немного потяжёленькое Nokia дадим. Quake, Quake на Nokia даже существует, на M3G, это 3D-движок кнопочных телефонов. Да и притом на всех, но некоторые вообще и не имеют того дышка. Ну что-то там проседает FPS, но когда упираешься в стену, FPS прорастает. Не обращайте внимания на значок сообщений. Что-то там может фрезить. Ну и стрелять вполне можно. Да и к тому же текстурки вообще ультра стоят. Тут только ультра настройки, можно сколько играть, а то размытые. Где-то видел размытые. Ну а это, пожалуй, единственная игра, в которой там не размытые текстуры есть. Чем-то сравнивается с графикой PS1. PS1 график. Вот так подбираем все объекты на звездочку. А во-первых, это такое, это графика имбовия 2006 года. Это, ну, для 2006 это имба. Просто имба. Великолепная имба. Quake на Nokia. Да и к тому же, а есть еще какие компьютерные игры порт на Nokia. S40, Nokia. Вообще-то мне третье издание больше нравится, чем всякие шестые редакции. А так-то у меня есть такая же Nokia с шестой редакцией. У меня же есть бюджетная модель от Nokia. Возможно, это находится ещеcheole. Магист strawberry. является февраласмазaya команда шестой. И тут, ну, короче weeks Мегистрина и бойцы полностью превратились на объекты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да и к тому же и флеш надо проверить... Все тут старенькое, но мне понятно... Но... Максимум что... Выдаёт фэш-игры... Серии 40... Фэш-вайт 1.1 версии... Это от 4 фпс максимум выдаёт... А в 20 версии уже поплавнее... Как бы сказать, получше... И встречается... В серии 40... Третьего... ФП 2... Но так-то... Где-то... АМР звуки... МП 3.4... Не могут играть... На этой версии... Только миди... Только миди умеет играть... Спасибо тем, кто смотрел... Подпишитесь на канал... Ставьте лайки... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok...